Вот судя по набору продуктов, который представлен здесь на столе, я ума не приложу, какой рецепт нам сегодня приготовила Катя. Потому что здесь клубника, малина, сыр, тыквенные семечки, лайм, авокадо, огурцы, гималайская соль, тыквенное масло, масло семян тыквы, авокадо. Ну, в общем, Катя, раскрывай секрет. Это все будет одно блюдо или это все-таки шоколад? Вкусный летний салат. Пока у нас есть на столах клубника и малина, надо этим быстро пользоваться, пока зелень садовая и огурчики свежие появляются. Будем по полной витаминизироваться. Мы сейчас все намиксуем, сделаем вкусную заправку из масла семян тыквы, из лайма, добавим немного горчицы, соль, перец. Вот, и получится вкусный и полезный салат. У каждого свои способы разделки авокадо, вытаскивание косточки. Ну, вообще, во многом это, конечно, все зависит от степени спелости. Да, когда она не спелая, она вообще плохо вытаскивается. Здесь спелая, вытащилась легко и чистится тоже. Но это авокадо сорта ХАЗ. Он, в принципе, всегда практически мягкий. Его вообще он очень хорошо мнется вилкой, но мы его все-таки порежем. Он чем-то от зеленого отличается по вкусу? По вкусу нет, он просто более мягкий, как-то почему-то всегда более зрелый, приходит к нам, на наш рынок. Его можно по вот этому бурому оттенку сказать. Да, бурый, черный. Вот такая вот заготовка у нас получается для салата. Кать, а скажи, вот этот необычный сыр, он обязательно должен быть таким? Либо можно любой другой сыр использовать? И вообще, что это за такой сыр? Можно любой другой. Это сыр с инжиром и с маком челябинской нашей сыроварни. Мы вот сегодня будем использовать такой, попробуем. Поддержим местного производителя. Заправка для салата – это отдельная история, потому что, поменяв буквально только лишь один компонент – заправку, салат может приобрести совершенно другое звучание. Поэтому из чего будет наша заправка? Мы будем делать из половинки лайма, выдавим его туда. Ложки горчицы и возьмем масло семян тыквы, ну и соль, перец. Вообще, это такой элемент воспитания вкуса, потому что в нашем традиционном, если брать блюда, те, с которыми мы выросли и которые характерны для нашего региона, то, конечно, у нас не так часто сочетается сладкое с несладким. Но если вот пробовать, если не отказывать себе в удовольствии открывать для себя вот эти вкусы, то впоследствии может полюбиться и шоколад, например, с соленой карамелью, и вот такие вот салаты с сыром и ягодами. И чтобы подержать нашу заправку с тыквенным маслом, мы добавим в салат еще тыквенных семечек. В процессе мы решили, что можно не перемешивать, и так все красиво получилось и аппетитно каждый перемешивает себе сам порцию. Очень необычно, аппетитно, красиво, по-летнему, еще и полезно. В общем, очень много определений, эпитетов у этого салата, поэтому рекомендуем его к вашему летнему столу. Продолжение следует...